Мы продолжаем эфир на телеканале Freedom и к нам присоединяется военный обозреватель Денис Попович. Денис, приветствуем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. За вчерашний день мы стали такими маленькими специалистами по межконтинентальной баллистике. Много было комментариев, много было аналитики, конспирологии и так далее. Но я вот скажу вам, на что лично обратил внимание из публикаций, в том числе заявлений гостей на нашем эфире, что очень уж быстро с самого утра появилось вот это вот в информационном пространстве название «рубеж» еще до какой-то предварительной экспертизы. Да, потом показательный момент был, постановочный такой звонок Захарове во время брифинга, когда вот складывалось впечатление, что скоро произойдет что-то страшное. А ближе к вечеру так и произошло, да, бункерный пипа, раздувая щеки, рассказал о не рубеже, а вот о неком несбиваемом орешнике. Вот вас, Денис, лично повергло в шок и трепет новое российское вундерваффе? Ну, честно говоря, я был тем человеком, который предполагал, что так, действительно, тот факт, что посольства прекратили свою работу накануне, мы помним, посольства различных стран прекратили свою работу в Киеве под предлогом того, что готовится что-то неординарное. Я к этому отнесся серьезно, но с ту точки зрения, что, на мой взгляд, был бы какой-то очень масштабный обстрел. Вы помните, что сортовали самолеты, от Ту-95, я не осуществляю, я перенес локацию как раз к вечеру. Дня, который предшествовал этому удару, я не думал, что будет унесен удар именно вот таким вот видом вооружения. Хочу признаться честно, и предполагал, что это известие о том, что будет испытана ракета РС-6 «Рубеж», которую также случали накануне этого случая, я предполагал, что это накачивание паники в большей степени. Но, к сожалению, день следующий показал, что Российская Федерация использовала эту ракету. Под Днепровску, под Днепру, прошу прощения. И, соответственно, это был новый уровень эскалации со стороны противника. То есть был использован по факту носитель ядерного оружия. Потом и Захарова, и уже далее Путин, и пытались преуменьшить значение этого удара, назвал эту ракету так называемую «Орежнев». То есть, действительно, было придумано новое название для того, чтобы прикрыть факт использования ракеты РС-6 «Рубеж». То есть, по сути, это была использована именно эта ракета. Разработка, которая продолжалась. Несмотря на то, что было заявление о том, что она прекращена или перестановлена в пользу комплекса «Авангард». То есть, это история этой ракеты. Поэтому, в данном случае, мы имеем использование, грубо говоря, «Балванки». То есть, ракеты без ядерного заряда. Но в то же время ракеты носители ядерного оружия, которые, может быть, носили ядерное оружие по городу Днепр. Это новый уровень эскалации, это новый уровень использования, новый вообще факт использования, боевого использования подобного оружия по территории другой страны. И это месседж для Запада, для того, чтобы запугать Запад, для того, чтобы Запад прекратил поддержку нашей страны. Либо, как минимум, запретил нам использовать западные ракеты по территории Российской Федерации. А это использование как раз было сфиксировано, и днем ранее. То есть, по Брянску и, очевидно, по Курской области. Именно таким образом можно расценивать подобные события, подобные действия. Будет ли это в дальнейшем, сказать сложно. Но, однако, такой риск присутствует, поэтому мы должны учитывать, что такое возможно. Что случилось по Днепру, может случиться и по другому городу Киеву, и по другому городу страны. Немного о технических моментах, о технических нюансах этого удара. Во-первых, Путин заявил, что она несбиваемая. У меня была аналитика статьи специалистов о том, что не совсем несбиваемая есть виды вооружений, которые могут подобные ракеты сбивать. И вот по характеру детонации по этим разделяющимся головкам, это именно рубеж или, может быть, какая-то другая ракета. Но и самое интересное, что встретилось в публикациях, что межконтинентальная ракета была запущена в пределах одного континента. То есть там минимальное расстояние около 2000 километров, а от Астрахани до Днепра там где-то около тысячи. То есть были такие моменты, замечания, что не межконтинентальная ракета, а средней дальности и так далее. Вот эти технические нюансы, как вы считаете, насколько они уместны сейчас? Я думаю, они неуместны. Мы должны рассматривать факт, сам факт использования подобного средства. Не скажу боеприпаса, а средства доставки, грубо говоря, потому что боеприпасов, судя по всему, там не было. Болванка, очевидно, просто прилетела под Днепру. Детонация как раз об этом и говорит, что не было каких-то крупных взрывов, а вот сам характер полета ракеты больше всего анализировался. Денис Попович, у нас как всегда бывают такие моменты, стоит это учитывать. И отключение электричества, и отключение в связи с этим связи. Денис Попович, военный обозреватель на связи с нашей студией. Мы говорим о ударе баллистикой по Днепру, который произошел накануне, который накануне комментировал Путин. Ну и обсуждаем моменты, которые были во всех публикациях, во всех аналитических статьях по поводу этой ракеты. Денис, восстановилась связь, да, давайте закончим мысль. Я частично вас просто слушал, прошу прощения, были проблемы со связью. Да, я говорю о том, что не стоит обращать внимание на все эти моменты, то есть средние дальности, мешконтинентальная ракета, о чем говорит, ну, хотя бы характер. Вот вы говорите, болванки, да, по детонации, то есть на самом деле, как сообщили в воздушных силах ВСУ, разрушения незначительные. То есть здесь стоит обращать внимание не на боекомплект, да, а на сам характер ракеты, правильно? Совершенно верно, то есть БКП как такового не было. Нет смысла эту ракету снаряжать фугасной боевой частью. Она имеет ядерный смысл, грубо говоря. То есть она имеет смысл при запуске только с ядерной боеголовкой для того, чтобы нанести максимальное разрушение и максимальным образом преодолеть систему противоракетной обороны условного противника, скажем так. Да, то есть мы же видели на видео, как она действовала. Это разделяющаяся боевая часть на шесть частей, она была разделена. И эти шесть частей, они исходят, разделились еще на шесть частей. То есть фактически 36 боевых элементов могли бы упасть на территорию противника. Да, в данном случае на территорию города Днепр. Но это же был месседж для Запада. То есть показали, каким образом может быть прорвана противоракетная оборона. То есть в данном случае мы должны обращать внимание на сам факт такого запуска. И на сам факт такой демонстрации. То есть ракета имеет дальность до шести тысяч. Ну хорошо, в следующий раз она полетит на шесть тысяч километров. Это летит, скажем, до... Вашингтона. Да, скажем. Да, это будет уже другой континент. Ну какой в этом смысл в данном случае обсуждать? Еще один момент. Вчерашнего и сегодняшнего дня. Сегодня утром в акватории Черного моря почти три десятка российских кораблей. Шесть из них носителей калибров. И накануне ракеты-носители тоже выводили в море. Но пусков не было. Вот Сергей Брачук в нашем эфире говорил, что пока не зафиксировано. Зачем выводить корабли в море? Вот как вы считаете, во время подобных моментов, когда летят с севера, с ракеты по территории Украины, а корабли выводят, не знаю, на боевое дежурство, не на боевое? Или это может быть опасались, чтобы по Новороссийску, по базе не прилетело? Вот ваши соображения по этому поводу. Здесь могут быть различные соображения. Здесь мы пытаемся влезть в мозги этим людям, потеоретизировать на эту тему. То есть оно может быть и так, а может быть и иначе. Это может быть опасение удара в ответ. Кстати, вчера после удара, так называемым, орешников, РС-26, не будем распространять лишний раз эту дефиницию, скажем, что РС-26, для того, чтобы не помогать Путину, не помогать Путину, скажем, распространять новые смыслы в этом отношении. Мы вчера слышали о том, что бесплодники отаквали, в частности, район запуска этой ракеты. Была такая информация. Была также вчера информация о том, что воздушная тревога звучала в городе Севастополь. То есть, очевидно, там тоже были удары. То есть, можно это характеризовать, это действие, как опасение, что может быть нанесен удары по новым местам базирования Черноборского флота МССК-генерации. Можно также эти действия характеризовать, что создается дополнительный очаг давления на наши силы. То есть, если выдвигаются корабли на стиле калибров, то можно ожидать и удара этими калибрами. Таким образом, наше ПВО держится в тонусе, в кубочках, можно так сказать. То есть, делать такие вот версии, подобные действия могут быть выберуты, ну, может быть, еще и третья, четвертая. Как я уже говорил, мы пытаемся теоретизировать у вас в мозге этих людей угадав их действия. На мой взгляд, неблагодарна совершенная история, как и прогнозировать, будет запуск очередного РСС-шаселения. О дальнобойных ударах по территории России. Вот по складах ГРАУ Минобороны прилетело, в частности, АТО Комсеей. И вот Минобороны России заявило, что были сбиты все ракеты. Пентакон утверждает, что не все сбили. Ну и, очевидно, в Курской области совсем ничего не сбили. Стормшеда ударили, как говорят, военные по жирному объекту в Марьино. Вот резюмируя все статьи, замечания, комментарии, что это за объект, почему не сработало, если это такой жирный объект, почему не сработало, не защитило российское ПВО, или все-таки это заслуга Стормшеда, а не просчет российских ПВОшников? Вы знаете, я смотрел видео этого удара, оно распространяло в сети. Очевидно, вы тоже имели возможность наблюдать. Если не имели, то я бы рекомендовал его посмотреть. Там не слышно вообще работы будет. То есть мы, к сожалению, уже знаем звуки, когда работает ПВО, и когда ПВО сбивает воздушные цели, какой бывает звук, и какой бывает звук, когда, собственно говоря, происходит прилет. То есть совершенно по-разному эти все явления звучат, да, если можно так выразиться. Так вот там были прилеты, там была серия прилетов, совершенно безушибочно, это можно было определить. Работы ПВО слышно не было вообще. То есть, судя по всему, это либо не было, ну, либо она не отреагировала на такого рода удар. То есть там буквально очередями звучало эти звуки прилетов, 10 или 12 разрывов было слышно, и были попадания. То есть, судя по всему, просто либо не ожидали подобного удара туда именно тот объект, либо ПВО не сработало, либо его там вообще там не было. Поэтому вот именно таким образом можно сделать выводы по поводу этого случая. Я говорю про Марина Куськова, если что. Ну да, мы на видео как раз этот удар и наблюдаем. Но это как раз, да, не то видео, которое вы имеете в виду. Я тоже обратил внимание, что ПВО вообще слышно не было. Продолжим историю по Курской операции вооруженных сил Украины. Вот командир Ахмата Абтиалаудинов, который активно освобождает в кавычках область с начала операции, в последние месяцы, да, он снова разразился очередной ересью про то, что СВО выполнило свои задачи. Еще он говорил, что ракетные удары не изменят расклад на поле боя. Ну и вот последнее его заявление назвал северокорейцев братьями, в том числе по оружию. Но, как бы, вот эти братья не сильно так отмечены, нигде не видно, насколько они участвуют в боевых действиях. По вашим наблюдениям, что сейчас происходит в Курской области, насколько динамично меняется ситуация? Ситуация в Курской области совершенно динамична. Она как вода, я всякий раз равен воду с водой. То есть где-то противник наступает и даже имеет успех. Где-то наступаем мы и тоже имеем успех. То есть там линия фронта, если такая там вообще существует, она постоянно изменяется. Это характер ведения маневренной войны. То есть Курская область сильно отличается от того, что мы видим и на Донбассе, Донецкой области, она сильно отличается от того, что мы видим и на юге, где противник также пытается наступать. Я имею в виду Запорожскую границу с Донецкой областью. То есть там достаточно динамичная ситуация происходит. И то, что мы сейчас будем констатировать, изменяя линию фронта в последнюю вчера, сегодня может быть совсем другая ситуация. Что касается северных корейцев, то да, пока они еще не принимали участие в непосредственно боевых действиях, очевидно, они еще проводят какую-то подготовку. Мы видим по информации, в том числе и по Марина, где, судя по всему, был ранен или ликвидирован один из генералов северокорейской армии, они там еще и персонал, скажем так, дополнительный, туда стягивают соответствующую логистику. То есть, очевидно, мы пока еще не видели их боевых действиях, но, наверное, очень скоро увидим. Но они отличились с северокорейцы в других, скажем так, сферах. Мы слышали позавчера сообщение официально в Адресской Федерации о том, что они изнасиловали женщину, которая прибыла для того, чтобы помогать им в социальной адаптации, но в таком духе они пока себя проявляли. И дедлайны пока переносят по освобождению области. На этой неделе Владимир Зеленский своим посещением передовой как бы отметил самые горячие участки фронта, Покровск, Купенск. Что, по вашим наблюдениям, там сейчас происходит? Есть ли признаки того, что максимально до Трампа, как говорится, будут давить на этих участках россияне? Те признаки есть, но я тут бы скорее отметил, в большей степени Акрас-Курской области было очень много боевых и столкновений вчера. По-моему, 29, если я не ошибаюсь, надо уточнить. Но это очень напряженная ситуация, которая как раз и характеризуется теми явлениями, которых мы с вами обсуждали лучше. И Кураховское направление. Очень-очень ситуация там серьезная, где противник пытается сжимать этот карман, Кураховский карман, который образовался как по большому радиусу вокруг города Курахова, так и по малому радиусу военно-успенки. К сожалению, он имеет успех в данном случае. И очень-очень ситуация там неприятная. И она может закончить отступление в наших войск из этого участка фронта. То есть особое давление Кураховское направление, Кураховский участок фронта, как мы уже говорили, Курская область, и Покровский участок. Но очевидно он будет ареной боевых действий после того, если противник решит свою задачу на Кураховском участке фронта. То есть он выровняет там свою линию фронта, перебросит подкрепление, когда уже начнется история на Покровском участке. Она будет связана, судя по всему, с наступлением, непосредственно, сам город Покровский. Ну вот, в частности, с попытками россиян окружать Курахова связывают и активизацию на юге, в Запорожской области, но и не только. То есть были такие осторожные наблюдения, что таким образом россияне формируют некий кулак для наступления на Запорожье. Вот как вы считаете, насколько они могут иметь место, такие заявления, насколько у россиян есть ресурс, помимо Курахова, еще и целиться на Запорожье? Или это все, все эти слухи, так сказать, появились из-за того, что основное внимание сейчас уделяется этой трассе Запорожье-Донецк, как логистическому пути для помощи защитникам Курахова? Ну, внимание этой трассе будет уделяться в смысле развития Кураховского кейса, скажем так. То есть если противник эту трассу перережет на любом из участков, где он, скажем так, может это сделать, как в районе Константинополя, так и ближе Курахова, так и за Константинополем. То есть вопрос с Великой Новосокой, о которой вы упомянули, границы Донецкой и Запорожской области, где противник также сотрудничества для окружения этого выступа, но тоже может рассматриваться как попытка перерезать эту трассу. То есть эта ситуация параллельно идет с развитием событий под Курахов. Да, то есть, но когда мы говорим о Запорожье, непосредственном наступлении на Запорожье, я думаю, что здесь этой перспективы пока нету, крайне мере, в этом будет так точно. Нету сил для того, чтобы наступать на сам город Запорожье, нет возможности там добиться чего-то большего, нежели просто продвинуться к этому городу и взять его под огонь ствольной артиллерии. Я думаю, что пока вот эту вероятность можно рассматривать как максимальную на этом участке фронта. То есть, подытоживая, на сегодняшний день пока я не вижу перспективы наступления на сам город Запорожье на сам город Запорожье с целью его захвата. Да, то есть, в ближайшей перспективе, то есть, я думаю, что этого ожидать не стоит. Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин, об этом сообщил источник BBC в Пентагоне. Мины эти дистанционные и у них есть функция самоуничтожения, что очень важно, чтобы потом мирные жители не страдали. И вот в Белом доме рассчитывают, что использование таких мин поможет Киеву сдерживать наступление российских войск на Востоке. Скажите, что это даст нашим защитникам? Я думаю, что решение не менее важное, чем решение нам бить по территории Российской Федерации. То есть, оно не менее важно в этом отношении. Давайте мы вспомним значение вообще минирования имен в контексте нашего контурного наступления на юге в прошлом году. Запредельное минирование территорий Российской Федерации в рамках фортификации местности на юге. То есть, они превысили требования собственных уставов. Они в несколько раз больше, чем требует того устава Российской Федерации, и боевые наставления по минированию местности, они насытили территорию минами. И это стало одним из факторов, почему нам не удалось его провести, это контурное наступление успешно. Это было масса факторов, то есть, самых различных. Но минирование, оно было одним из основных. То есть, и вот эффективность этих мероприятий. Соответственно, если мы будем так же продолжать и так же фортифицировать свои территории, минируя подходы, настолько же плотные, настолько же серьезные, как это делала Российская Федерация. То есть, мы можем рассчитывать на то, что уровень потерь противника сильный возрастет. Даже по сравнению с высоким уровнем потерь, который сейчас есть, он будет еще выше. Поэтому решение крайне важное, с точки зрения. Оно уже, в общем-то, было расритиковано гуманитарными организациями, да, то есть, вчера были сообщения соответствующие. Но идет война, не мы ее начали, поэтому мы, сторона потерпевших в данном случае, я думал, что нам не стоит обращать внимания от подобных заявлений. После того, как Белый дом разрешил Украине бить вглубь России, Путин своим указом от 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Ну и вот условием применения ядерного оружия назван старт баллистических ракет. Что интересно, в ответ США, Британия, Австралия подписали соглашение о совместных испытаниях гиперзвукового оружия. Скажите, это очередная вот гонка вооружений или все-таки доктрина и реальные испытания – это разные вещи? Так вот, РС-26, мы уже начали с этого разговора с вами, да, то есть Путин подписал, утвердил обновленную доктрину, где пуск баллистических ракет и пуск вообще обычных средств вооружения, и пуск даже беспилотников является основанием ядерного ответа. Вот мы запускали ракеты ядерные, ракеты западного образца по территории Российской Федерации, по Кульской области, по Брянской области, да, то есть первый был кейс, нужно было показать действия этой обновленной доктрины. Вот запустили РС-26 по Днепру. Соответственно, вот он, вот она попытка ответа в том числе, да, то есть не только давление на Запад, но демонстрация того, что ядерная доктрина в том или ином, значит, в своей реинкарнации действует, да, то есть есть доктрина, есть ответ. Дальнейшие действия Запада по гиперзвуку и по всем другим мероприятиям, на мой взгляд, они, скажем так, тоже носят ответный характер, да, но более важно будет, все-таки, услышать, как Запад ответит именно на факт применения РС-26 под Днепру. Еще поговорим о перспективах возвращения Трампа в Белый дом. Вот встреча, которая была на этой неделе в формате «Веймарский тригольник плюс» в Варшаве. Главы имеют Польши, Франции, Германии, Украины и также Италии, Испания, Великобритании. Политолог Владимир Фисенко в нашем эфире коротко описал плавеску дня, как обеспечить безопасность Европы при президентстве Трампа. Вот как, по-вашему, обеспечить безопасность Украины при президентстве Трампа? Европа в состоянии? Как вы оцениваете степень мобилизации европейских стран в преддверии прихода Трампа к власти в Штатах? Ну, эта степень, скажем так, выше, нежели это было год назад, когда мы имели проблемы с выделением дополнительной помощи финансовой, да? Помним этот момент, когда Майк Джорсон стал спикером и началась задержка, которая, в общем-то, закончилась хэппи-эндом в конце апреля. Но все это было ровно год назад. Тогда Европа была менее готова к этим явлениям. Сейчас она более готова, скажем так. Но насколько велика эта готовность, да? То есть насколько они готовы помочь нам справиться с возможным неучастием США в нашей помощи? Пока же только время. Пока мы ожидаем прихода Трампа и пока мы ожидаем его действий. И его действия будут прямо зависеть от того, что дальше будет происходить на линии фронта и вокруг этой линии фронта. В частности, применение ракеты, снова-таки вернемся к этому событию, оно создает новый вызов и для Трампа. То есть ему придется каким-то образом корректировать свою политику и свои действия в связи с фактом применения этой ракеты под Днепру и возможными дальнейшими действиями Российской Федерации в этом направлении. О планах в производстве дронов заявил на этой неделе президент Зеленский. По его словам, Украина в следующем году произведет не менее 30 тысяч дальнобойных дронов, 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. Как вы считаете, вот такие планы масштабные готовы к этому наш военно-промышленный комплекс? Ну, знаете, мы можем только смотреть по тому, как дроны используются. Мы видим, что они используются практически каждый день и каждую ночь. И масштабы растут, да, то есть и география растет, и масштабы растут, и случаев очень много, они практически каждые сутки, значит, мы об них слышим. Поэтому мне кажется, что это реалистичная ситуация. То есть давайте мы сравним с тем, что было, скажем так, еще полгода назад, и три месяца назад, и два месяца назад, и что мы сейчас видим в текущий момент. То есть масштабы растут, а, соответственно, в общем-то, можно предположить, что такие планы довольно реалистичны, если и дальше будет такая конденция сохраняться. Да, как сказал в нашем эфире сегодня Юрий Федоренко, командир Ахиллеса, я не могу оценивать перспективы Украины, но если об этом говорит президент, значит, он в курсе. Денис, спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо за ваши комментарии. Военный обозреватель Денис Попович был на связи со студией Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова